35 миллионов рублей выручили предприниматели и предприятия торговли в этом году на выставке и ярмарке «Наш выбор 27» и фестивале мороженого. На дегустацию местной продукции пришли 400 тысяч хабаровчан и гостей города. Что получилось, а что нет, обсудили организаторы мероприятий и представили общественности. С подробностями Станислав Михайлов. Впервые в этом году в Хабаровске провели фестиваль мороженого и сразу установили рекорд России. За два дня на набережной города бесплатно раздали 16 тысяч порций холодного десерта. Продуктом номер один на этом празднике мороженое стало не случайно. Из трех килограммов популярного лакомства, которое в среднем следает в год житель края, местного производства меньше половины. В результате крупнейший производитель, Комсомольский молочный завод, не загружен. Эти мощности заняты пока всего-навсего на 60%. И, безусловно, наша задача, чтобы Дагомс и все остальные три наших компаний, у нас еще четыре компании, которые производят мороженое, были загружены. В выдуманном городе Мороженске можно было найти мороженое на любой вкус. Всю территорию разделили на игровые зоны для детей. Во второй день фестиваля бесплатное угощение раздавал волшебник, прилетевший на вертолете. Организаторы говорят, что мероприятие было ориентировано в основном на детей, но не каждому ребенку удалось получить свою порцию. Конечно, мы многого не могли предусмотреть, что за мороженым кинутся взрослые совершенно дяди и тети, которых приходилось успокаивать. Я стояла как раз на том рубеже, на входе. Это было, вы не поверите, насколько это было тяжело. Все ошибки учтут в будущем. Фестиваль мороженого в Хабаровске планируют сделать постоянным. Таким, как, например, выставка «Наш выбор 27». На этот раз на ярмарке, кроме ухи, гостям предлагали холодный чай «Кусун», специально разработанный для фестиваля. Напиток на основе дикоросов будет запущен в массовое производство уже в декабре этого года. Напиток, который подается в ресторане, он отличается от напитка, который производится в промышленном производстве. Это разные вещи по вкусовым качествам, по составу, по ингредиентам. Но нам это удалось. В проекте по продвижению продукции местного производства активно участвует бизнес. Производители и торговые сети во время проведения фестивалей и ярмарок предоставляют скидки на свою продукцию. Станислав Михайлов для программы Новости.